Что связывает французского архитектора Поля Гурде с историческим центром города Алматы? Почему же Аркенская мечеть является единственной сохранившейся до наших дней работой китайского зодчего Хон Пике? Где расположена усадьба Валихановых Сырымбет? Забытые имена и малоизвестные факты, новейшая история и национальный колорит – все это в программе «Архитектура Казахстана». Сегодня в программе. История строительства Вознесенского кафедрального собора. Инженерные решения Андрея Павловича Зинкова. Использование храма в советский период. Новейшая история. Меня зовут Диего, я приехал из Италии. Сегодня мой первый день в Казахстане, а также в Алматы. Я был удивлен богатым внутренним убранством. Это действительно потрясает. Меня зовут Анна, я из Лондона. Я только сегодня утром прилетела в Алматы и сразу отправилась на экскурсию в этот собор. Он прекрасен, немного напоминает мне церкви, которые я видела в прошлом году в России. Это совершенно не похоже на то, что мы привыкли видеть дома. Меня зовут Джозеп. Я прибыл сюда из Индонезии. Это мой первый визит в Казахстан и в Алматы. Я гулял по городу и увидел храм. Он потрясающий снаружи и поразительный внутри. Вознесенский кафедральный собор в Алматы в 2017 году отмечает свой 110-летний юбилей. Это одно из высочайших в мире деревянных зданий, самый высокий на планете православный деревянный храм. Строение было возведено в рекордные сроки с 1904 по 1907 года. Оно спроектировано полем Гурде. Архитектор родился во французской Бургундии, окончил императорскую школу профессий и искусств Шалон Марн. Остается загадкой, что заставило его покинуть Францию. Однако, прибыв в тогдашний город Верный, 24-летний Поль прошел путь от простого чертежника до городского архитектора, который в течение 20 лет бессменно курировал все крупные объекты города. Книжечка эта появилась «Вернинские истории», где был помещен этот отчерк о Гурде. Краевед Неля Букетова посвятила две книги вкладу Гурде в историю Алматы. Настолько многое сделала для города, что при жизни город назвал улицу, на которой он жил, его именем. Он жил на улице своего имени. Потом в советское время ее переименовали в улицу Красина, сейчас – Валифаново. Поль Гурде задумал воплотить в соборе традиции Византии, которым свойственна каменная архитектура. Так выглядел его первый проект. Эксперты находят в нем сходство с базиликой Сокрикер, возводимой в те годы в Париже. Возможно, это лишь предположение историков, но, учитывая страну происхождения архитектора, они не беспочвены. Следует резолюция губернатора. Конечно, было бы желательно, чтобы планы постройки собора остались за господином Гурде. Знания, опытность и вкус которого могут служить порукой тому, что собор будет прочен, обойдется недорого, выстроен скоро и по своему внешнему виду будет действительно храмом Божиим и станет украшением городу верному. Разрушительное землетрясение 1887 года внесло коррективы в планы Гурде. Тогда с землей сравнялось 1800 каменных построек, в то время как около 800 деревянных конструкций не пострадало. Администрация города начала искать для собора альтернативные каменным и кирпичным строениям варианты. И назначила ответственным за проект инженера Андрея Зинкова, опытного дипломированного строителя, хорошо зарекомендовавшего себя при сооружении предыдущих строений. И вот, будучи инженером, он вел после землетрясения, вот этого разрушительного землетрясения, практически все крупнейшие стройки. И даже в тех случаях, когда авторство архитектурное точно, ну, по документам видно, что оно принадлежит Гурде, Гурде, как архитектор и более художник, вероятно, вот этих вот деталей, особых сложностей с эсмостоком строительства, возможно, даже и не знал. А строил по его чертежам, может быть, по его проектам, так сказать, вот Зинков. В качестве строительного материала Зинков решил использовать голубую теньшанскую ель, при этом увеличив строение до немыслимой на то время высоты – 45 метров. Местным лесничествам было разрешено вырубить 250 корней голубой теньшанской ели. К тому времени в городе сформировалась традиция строить из нее дома. Верницы отмечали, что голубая ель мало подвержена пожарам, что объясняется практически полным отсутствием в ее древесине горючей смолы. Прочность конструкции Зинков обеспечивал усилением стропил, жестко связанных в пучок верхней части. Также были произведены и другие изменения в проекте. Колокольни для крепости делались не восьмигранными, купольными, а четырехгранными, луковичными. Фундаменту было уделено особое внимание. Так, для вентиляции нижнего яруса стен, чаще всего подающегося гниению и грибку, были оснащены вентиляционные каналы, одновременно служащие для погашения сейсмических волн при землетрясении. Архитектор Алмаз Ордобаев, руководивший реконструкцией Вознесенского собора в 1972 году, на тот момент ни много ни мало, 65 лет с начала строительства, не скрывает восхищение идеями Зинкова. В каждой колонии этой, каждой колонии, снаружи, под полом шли вентиляционные каналы, и они поднимались внутри колонн. И то есть это была постоянная вентиляция. Более того, на крыше, соединив систему отопления, на крыше они имели еще вот выходы, чтобы вентиляция постоянно работала. И когда мы ободрали тушку, то были потрясены. Идеальной сохранности. Вот как будто вчера срубленный, сделанный отесный брус. Светлый, чистый, ни одного вообще, ни букашки, ни таракашки, ни гнили, ничего. Немаловажно было и декоративное оформление экстерьера. Сложность заключалась в том, что деревянные стены, купола и шатры нужно было имитировать под традиционные материалы – кирпич, камень, позолоту. Опыт русского деревянного зодчества с подчерневшими бревенчатыми силуэтами здесь не годился. По задумке авторов, храм должен был быть красочным, воздушным и цветным. В итоге архитектурное оформление напоминало сразу три стиля, популярных в те времена. Так, в форме и раскраске купола прослеживались византийские мотивы. Красочные витражи – явный признак неоготики. Однако, если представить здание без куполов и крестов, мы получим яркий пример классической русской усадьбы начала XIX века в стиле ампир. Сопоставив все факты, приходит на ум одна мысль – это русский модерн. Причем русский модерн – это стиль, который окончательно так и не развился. Его прервала Первая мировая война и Октябрьская революция. Потому что там уже были другие чаяния, другие веяния, там уже был кубизм, авангард. А вот этот русский модерн. Это видно, кстати, по вот этим потолочным покрытиям, несвойственным для храмовой живописи. Должен сказать, что очень интересно получилось. Такая эклектика Азии и Европы. Андрей Зинков так стремился облегчить здание и тем самым уменьшить опасность на случай землетрясения, что отказался от алебастровой лепнины и украшений на потолках и стенах, заменив их на сделанные из папье-маше, то есть бумажные. Одна из легенд гласит, собор построен без единого гвоздя. Но это не более чем миф. Известный казахстанский фотограф Валерий Коренчук на личном опыте проверил эту гипотезу. В 84-м году я залезал на колокольню, залез под самый-под самый крест, и как раз там, где сходятся, вот так ходятся все эти бревна, пролезал через четверик в маковку, на которой крест находится, и вот пролезал там, как кошка. И когда лез обратно, то вот как раз все эти гвозди, собор-то штукатуренный, и гвозди вот настолько вылезают оттуда. Я вот заострял, рванулся, порвал брюки, но тем не менее, проклял всех этих искусствоведов, экскурсоводов, которые говорят, без единого гвоздя. А потом узнал, просто-напросто это русская идиума, без единого гвоздя. Это мастерство людей, которые сотворили подобную штуку. Плотники, которые работались и ставили избы, про них так и говорили, без единого гвоздя. Вопреки устоявшейся народной молве, при сооружении собора было использовано более 170 пудов железных изделий, а это ни много ни мало 2720 килограммов гвоздей. Оригинальные конструкции высотного здания обеспечили надежность сооружения во время десятибального землетрясения 1911 года. Остались записи, газетные записи того времени. Действительно, это практически... На тот момент это было самое высокое здание Верново, и это самое высокое здание осталось стоять. Из повреждений вылетели стекла, и на куполе колокольни упал крест. То есть повреждения собора были минимальны. Октябрьская революция и последовавшие за ней перемены радикально сказались на судьбе храма. В пику его изначальному предназначению, в 1927 году, новая власть разместила в нем музей истории религии и атеизма. Спустя еще два года городской администрации решено было открыть в соборе радиостанцию. Именно здесь, на главном куполе, была установлена первая в Алма-Ате радиоантенна, передающая сигнал из Москвы. В стенах храма радиостанция просуществовала недолго. Вскоре ее перевели в другое здание, а собор снова преобразовали. На этот раз в нем разместился Республиканский краеведческий музей, потребовавший капитальной реконструкции здания. Яркие праздничные купола перекрасили в темно-бурый цвет, стены – в розовый. У восточного входа в храм установили трехметровые памятники товарищу Сталину и товарищу Ленину. Над папертью развернули агитационные транспаранты. Эти атрибуты советской власти стали неотъемлемыми спутниками собора на следующие десятилетия. По иронии судьбы или по счастливой случайности, к реорганизации в 1934 году вновь привлекли Зинкова. Он сделал конструкции, потому что здесь двухэтажные, трехэтажные были экспозиционные залы. Он сделал так, что не связывал их со стенами собора. Поэтому, когда их разобрали, и собор остался в том же самом, первозданном виде, как он был. В процессе приспособления собора под историко-краеведческий музей все внутреннее пространство трансформировалось настолько, что едва ли можно было определить его изначальную планировку. Здесь же такие изумительные были панорамы. Панорамы древнего человека, панорамы природы Казахстана. Был второй этаж. Посередине здесь, да, буквально, на воздухе, как бы, висела юрта, представляя быт и жизнь Казахстана от прошлых времен. Зинкову удалось сохранить росписи потолков, маскируя их настилами и обшивкой, а также красочную мозаику полов, у которых, кстати, тоже довольно интересная история. Декоративная плитка, которая использовалась для оформления пола, была завезена из немецкого города Кахель. Отсюда, кстати, и русское слово «кафель». За более чем вековую историю краска на ней не стерлась. Дело в том, что пигмент узора пролезывает всю толщину двухсантиметровой керамической плитки, не меняя своей конфигурации. На тот период архитектору пришлось решать еще одну непростую задачу – подключение здания к электричеству. Придерживаясь своей концепции не утяжелять строение лишним грузом, Зинков вновь прибегнул к принципу имитации. Гипсовые основы для розеток снова были заменены на сделанные из папье-маше, что значительно облегчало вес конструкции. Классическое папье-маше – это бумажная масса, которая очень мелко изрублена. А там были довольно широкие листы, иногда в полладони шириной. И мы могли увидеть на некоторых газетах даже даты, когда это папье-маше было сделано. Вот совершенно потрясающая вещь. Музей располагался здесь до 1985 года, после чего начал стремительно менять хозяев. Следующее десятилетие здесь гостили Центральный музей Казахстана, Музей истории, архитектуры Алматы, Дирекция художественных выставок, Общество охраны памятников и даже концертно-выставочный зал. Вот здесь была сцена на Амвоне. Особенно много было концертов для детей, лекций концертов, абонементные, десятки, сотни концертов. Это все 80-е, начало 90-х годов. В 1995 году власти Казахстана приняли решение вернуть строению религиозную значимость. И после реставрационных работ в храме снова стали проводиться православные богослужения. Сегодня здесь ведется очередная реставрация. Работы над улучшением внешнего облика собора продолжатся в течение года, затем переместятся вовнутрь. Цель реставрации – это используя самые современные достижения науки, как можно точнее сохранить и воплотить изначальный замысл тех, кто его строил. Наша реставрация направлена именно на 1907 год, на тот вариант Вознесенского собора, каким он и был изначально, задуман его авторами. Ожидается, что к концу 2018 года Вознесенский кафедральный собор полностью обновит как внешний вид, так и внутреннее убранство, тем самым открывая новую веху своей истории. Вознесенский кафедральный собор расположен в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, некогда именовавшимся Старокладбищенским, а впоследствии Пушкинским. Южная его сторона выходила на Губернаторскую улицу, где несколькими годами ранее были построены женская и мужская гимназии. По явлению в верном мужской гимназии жители города были обязаны первому генерал-губернатору Туркестанского края Константину Петровичу фон Кауфману. Сначала училище размещалось в особняке купца Алимова, но позже для него было построено отдельное помещение – три каменных корпуса, соединенных галереями. Здание было точной копией Ташкентской гимназии, которую спроектировал архитектор Виктор Янчевский. Этот снимок, датируемый 1887 годом, одна из первых фотографий Вернинской мужской гимназии. А так она выглядит в наши дни. Искать сходство со старой карточкой бесполезно. Теперь это совершенно другое строение. Первое здание гимназии было до основания разрушено землетрясением 1887 года. Вместе с ним пал и губернаторский дом, стоявший чуть поодаль. Это землетрясение, которое дало совершенно уникальный опыт для строителей города и знание, соответственно, привело к тому, что тогда стало понятно, что каменное здание строить нельзя. И потому что каменное здание выше одного этажа, все абсолютно были разрушены, да даже одноэтажные, в общем, плохо себя привели. Проект у гимназии привлекли Поля Гурде. В основу композиционного решения он положил мотивы русского классицизма и стилизаторские тенденции конца 19-го, начала 20-х веков. Новое здание представляло собой симметричный прямоугольник, фланкированный боковыми каменными крыльями. Строительство деревянного центра было окончено к маю 1895 года, а уже в сентябре там начались занятия. Директор гимназии Матвей Вахрушев писал тогда о Поле Гурде следующие строки. Я был бы несправедлив по отношению к нему, если бы умолчал о его всегдашней бескорыстной готовности послужить гимназии своими техническими познаниями в строительном деле. Все планы и проекты построек для гимназии, представленные господину-попечителю Западно-Сибирского учебного округа, составлены господином Гурде безвозмездно. Но этим еще далеко не вполне исчерпываются его услуги, добровольно оказанные и всегда охотно оказываемые им по строительным и ремонтным делам гимназии. Высокие потолки, большие окна, просторная аудитория – все это придает неповторимую атмосферу академичности этому зданию. Здесь действительно желание находиться как можно дольше, учиться, быть здесь, общаться со своими профессорами. Под стать внутреннему убранству и внешнее оформление здания. В пластическую композицию фасада автор ввел сандрики с полочками, декорирующими окна первого этажа. Каннелированные лопатки, устроенные в месте выпуска бревен и декоративные детали в виде небольшого карниза над оконными и дверными проемами. В этих стилистических решениях угадываются мотивы барокко и классицизма. Когда это здание существовало как мужская гимназия, здесь получили образование такие знаменитые личности, как Фрунзе, Тухаш Бокин, Жандосов, Борибаев. Вот такие личности, которые известны нынешнему поколению как деятели Казахстана. Первые крупные изменения здание мужской гимназии претерпело в 1930-х годах, когда архитекторами Станкевичем и Львовом был достроен второй этаж. Предположительно, тогда же и появился четырехколонный портик, гармонично объединивший новые и старые элементы. Вторая серьезная реконструкция состоялась совсем недавно, в 2014 году, накануне открытия в этом здании второго в мире и первого в Центральной Азии филиала Парижского института Сарбона. В тот десяток вузов мира входит Сарбона, который находится в центре Парижа, это называется «Люкер де Пари», «Лильдов де Пари». Там находится рядом собор Парижской Богоматери. И Оксфорд, и Кембриджские университеты, как и Сарбона, они предпочиня дают старинным зданиям. Внешний декор гимназии остался прежним, а вот интерьер поменялся кардинально. Пол и колонны облицевали мрамором, потолки украсили гипсовой лепниной, современные светильники заменили на куртуазное барокко. О прежних временах напоминают лишь витые перила с деревянными поручнями. Стилистический маркер советской эпохи. Впрочем, эти изменения никоим образом не умаляют достоинств здания. Когда вот видишь такие здания, как институт Сарбона, Казахстан, понимаете, или направо посмотришь собор, настолько предаешься этим самым, как в то время сумели люди строить такие величайшие сооружения, которые не теряют, годы проходят, веками не теряют свое лицо. Вернинская мужская гимназия в свое время была частью большого ученического корпуса, в который также входил пансион, возведенный в 1907 году. Приземистое здание на каменном цоколе под железной крышей состояло из 11 комнат с колориферным отоплением. Оно было построено из уже привычной тяньшанской ели, а места сопряжения бревен были также декорированы каннелированными лопатками. Внутренняя отделка здания не могла похвастаться особыми изысками. Впрочем, этого от Гурде и не требовали. Тем не менее, творческая натура не позволила архитектору полностью отказаться от оригинальных дизайнерских решений. Благодаря этому сегодня еще можно увидеть сохранившуюся в интерьерах лепнину в виде поясков и потолочных тяг. Под основным зданием находится полуподвальный этаж. У этого места своя неповторимая атмосфера и удивительная история. В 1934 году, когда многие наши исторические личности попали под репрессии, здесь прятался Юрий Домбровский. И после этого он написал свою книгу «Хранитель древностей». К тому времени пансион уже был Семереченской публичной библиотекой имени Десятилетия Казахской ССР. Спустя семь лет ее переименуют в Пушкинскую и под этим именем она будет известна вплоть до 1971 года. После во всех письменных источниках библиотека станет значиться как Детская Республиканская, а с 1996 года к ее названию прибавится фамилия классика казахской литературы Сапаргали Бегалина. Когда я устраивалась на работу я даже не думала о том что это здание имеет такую древнюю историю но работая в этой библиотеке я стала узнавать что скрывается в ее стенах узнавать ее богатейшую историю которую можно показать следующим поколениям я рада что работаю в этом здании едва ли Андрей Зинков мог предположить что его инженерное чудо переживет все перепятии стихий и истории и даже в 21 веке останется самой крупной архитектурной жемчужиной в короне Алматы Аполли Гурде вряд ли приходило в голову что пансион который он построил и в котором на протяжении 15 лет преподавал французский язык в итоге станет обителью Парижского университета но история распорядилась именно так и сегодня эти стражи минувших эпох величественно взирают на город глянцевыми глазницами окон незыблемые и такие же грандиозные как и в день своего открытия АПЛОДИСМЕНТЫ